здравствуй архангел михаил сегодня в рамках нашей школы я тебя хочу спросить влияет ли как-нибудь положительно либо отрицательно на человека поедание мясо и вообще влияет ли каким-либо образом хорошо давай поговорим с тобой о том что потребление любого продукта тем или иным образом влияет на человека любой продукт который вкушается человеком он проникает в середину и становится уже через через определенное время этим человеком то есть любой продукт который несет на себе понятно что какое-то энергетическое начало становясь человеком непосредственно влияет на его развитие либо на его уменьшение скажем так плоти если этот продукт несет в себе какие-то яды скажем тогда или какие-то токсины или одно и другое вместе поэтому смотря как когда его употреблять и в каких целях мясо является белком который усваивается очень для того чтобы усвоился белок этот нужно создать много условий то есть это белок который усваивается тяжело организмом человека для того чтобы он усвоился обязательно нужны должны быть соблюдены определенные временные рамки то есть мясо можно кушать не больше одного раза в сутки а то и одного раза в неделю кому как пойдет самое главное то что когда организм человека молодой то он легко справляется с этим продуктом по мере того как человек стареет изнашивается его жкт и соответственно тем тяжелее усваивать этот продукт что хочу тебе сказать что бывают такие условия например хочу тебе сказать например о боленеводах там где кроме мяса скажем так мало что есть и у этих людей жкт перестроена она перестраивается обуславливаясь тем что там эти условия которые созданы самой природой не дают человека разнообразия выбора или же например как в индии например едят очень острые продукты для того чтобы не быть зараженными поскольку там есть свои условия пребывания это знают земляне этого рассказывать им не нужно но что касается мясо каким образом она влияет на духовное развитие на духовное развитие мясо не влияет никаким образом потому что любой продукт он несет в себе только энергетическая начало не больше и не меньше того то есть есть определенная энергетика у продукт у продукта и он энергетически заполняет человека насколько у него есть потенциал и вот я тебе скажу что сам по себе продукт как правило и вообще все в этой жизни я тебе говорила об этом уже неоднократно он пустой по своей наполненности его наполняет смыслом как явление какое-то как обстоятельства точно так же и кусок мяса и кусок рыбы и овощ его наполняет конкретно смысловым значением сам человек то есть как он будет относиться к поеданию того или другого продукта точно так же и продукт будет влиять на него то есть если он закладывает себе изначально что мясо есть вредно и она принесет ему не принесет ему пользы так и будет то есть ты сама понимаешь что человек обязательно настраивается на это либо он настроен на эту волну либо настраивается в определенный момент и само по себе мясо как я тебе сказал это тяжелый белок который довольно сложно усваивается организмом человека поэтому тут выбирать каждому человеку каким образом поступать кушать не кушать это уже выбор каждого человека но именно с духовной точки зрения большого влиять этот продукт на самого человека влияние на человека не имеет благодарю тебя архангел михаил подожди вот подожди еще от меня на ум сейчас пришло такое а вот смотри сейчас же вот животное убивается такими вот ну там методами не очень ну скажем так гуманными и это все в массе массово происходит и там они там на этих мясозаводах там кричат животное понятно что это страх смерти как быть с этим что вот остается вот этот след в принципе в ну как бы сказать в душу входит что лишь но у животного ну смотри что я хочу тебе сказать что растение испытывает не меньший страх тогда когда его уничтожают срезают останавливают его жизненный процесс в этом случае разницы большой нет благодарю тебя архангел михаил то есть ты хочешь сказать что растение точно так же убивается но смотри ведь растение когда идет например фрукт плод он падает сам то есть как бы это идет созревание тут я бы сказала что нету никакого страдания отпуску в плод созрел его можно скушать но поэтому я тебе и сказал что есть разница только в усвояемости продукта мясо организмом усваивается не очень хорошо поэтому опять же таки решать самому человеку благодарю тебя архангел михаил я тебе не задавала еще кучу вопросов но была рада услышать о них ответы думаю кому-то эта информация пригодится в жизни благодарю тебя приняла оксана камяна а